Доброго здоровья, уважаемые посетители! У меня только что с женой произошел очень интересный разговор. И знаете, этот разговор представляет собой, как бы сказать, такой итог интеллектуального, душевного, духовного развития человека. Этот разговор заключался в следующем. Естественно, мы смотрим телевизор, слушаем. Отсидели уже месяц в самоизоляции. Какие-то планы у нас были. Ну, я так, знаете, насчет там отдохнуть на море или еще куда-то съездить. Ну, не особо так горю. А у нее же наоборот. Вот она хочет выехать на море, она хочет там выехать еще там куда-то там. И вот она, слушая все это сообщение, все эти сообщения, что тут все продлевается на неопределенное время, она вот высказывается так возбужденно, нервозвенно, что мод, мол, вот, я вроде как, говорит, все понимаю, но вот это вот кто-то там накосячил там, и за это, мол, приходится мне там расплачиваться, вот, я нервничаю, у меня поднимается давление, и я плохо сплю. То есть, это, так сказать, начальная стадия, когда человек начинает разваливаться. Вот, я на эту тему с ней поговорил, а до этого, естественно, вся моя жизнь заключалась вот в понимании того, что к тому или иному виду информации ты должен относиться соответствующе. Информация. Если, вот я ей объясняю, смотри, что происходит. В тебе есть черта характера, причем черта характера жесткая, причем она, скорее всего, будет эгоистичная, что ты хочешь, чтобы что-то было по-твоему. То есть, это, как сказать, эгоистическая черта такая. Не будем говорить, что она там хорошая и плохая, просто скажем, что она есть. И вот когда создается ситуация в жизни, что вот эта черта характера не получает своего, будем говорить, развития, удовлетворение, возникает эмоциональная буря, эмоциональная буря, то есть, раздражение, негодование, причем отрицательно окрашенное. Естественно, это волнение волнует в первую очередь. Что оно волнует? Информация волнует наше сознание. Сознание – это энергетика, это информация, энергетика. Вот это вот волнение в виде энергетического, энергетической составляющей передается на нашу, на нашу вообще силовую установку. Это важно понимать, что у нас есть своя силовая установка, которая поднимает давление. То есть, волнение, которое мы начинаем испытывать от той или иной информации, поднимает нам давление. Далее запускается цепочка психосоматических заболеваний. С уровня психологии идет на сома тела. И начинается расстройство сна. Потом может быть расстройство пищеварения. Потом может быть расстройство еще чего-то, еще чего-то. И в итоге человек получает, закономерно получает, на основе своей черты характера то или иное заболевание. И когда мне вот говорят, что вот тут будем закислять, ощелачивать, там пить соду, этот самый, перекис водорода, или тот же керосин, не понимая вот этого процесса, да ничего у них не выйдет. Понимаете, нету работы, той, которая должна была произвестись. Если есть паразиты, да, там поможет и перекись, и сода, и эти. А если нету паразитов, то есть если у вас паразитическое, неправильное мышление, основанное на чертах характера, можно даже выше копнуть, оно основано на мировоззрении, что вот в мировоззрении, вот как, допустим, как женщина или мужчина, должно быть вот так вот, вот так вот, вот так вот. И дальше уже строится на побуждениях черты характера. Побуждение, значит, у нас, то есть я препарировал человека, препарировал сам себя, естественно, на основании знаний, которые имеются, что нами движут побуждение. Они называются инстинкты, но переводится побуждение. И нам, россиянам, русскоязычному населению, это ясно и понятно. Побуждение, а именно, побуждение какое? То есть, вот смотрите, начнем несколько сначала. Мировоззрение. Мировоззрение это, вы понимаете, что женщина должна быть такой, а женщина понимает, что мужчина должна быть такой, и, допустим, жизнь должна быть вот такой, такой. И тот понимает по-своему, и тот понимает. Хорошо. А дальше, дальше, вот это все, как бы сказать, спускается с мировоззрительнического уровня на уровень побуждений. Первое побуждение – это самосохранение. Забота о своем здоровье, в первую очередь. В первую очередь здоровье и благосостояние. Самосохранение. Второе побуждение – это уже дальше идет побуждение к продолжению роду, и, в частности, оно подразумевает, это забота, это вообще любовь к противоположному полу, это дружба, это забота о родителях и забота о детях. То есть, это второе побуждение. Первое, самое важное – это самосохранение, тут уже не до колод, как раз, как сейчас тут у нас создалась обстановка, всех запугали смертью, что-то помрет и все. Тут нам не до родственных связей, не до любви, не для чего. Второе побуждение. Третье побуждение. Каждое живое существо хочет быть лидером. Маленький ребенок родился, если ему ничего никак, знаете, не одергивать его, то он уже в 2-3 года начинает командовать взрослыми людьми и считать, что так и должно быть, если его вовремя не поставить на место. И у некоторых людей оно выражено. Побуждение к лидерству. Это вообще нормальное, нормальное побуждение. Оно и должно быть. Но на основе вот этого всего у нас следующее побуждение. Это побуждение к справедливости. Я лидер вот здесь, на своем канале. Что хочу, то и творю. А если я зайду на канал другого человека, начинаю оставлять там какие-то комментарии, что-то мне там не понравилось, я там в резкой форме начинаю там и науровучение автору канала там и так далее, и тому подобное. Как, впрочем, и я пришел к знакомому и начинаю тут что-то ему говорить. Вот так вот, вот так вот, вот так вот. Естественно, он скажет, слушай, это моя территория. Ты на моей территории находишься. Значит, со своим уставом не лезь в мой монастырь. И тогда мы понимаем, ага, у каждого человека вот это вот чувство, значит, справедливости должно быть, вот что, оно уравновешивает побуждение к лидерству. Вы понимаете, где вы, вот тут я лидер, а там, это его территория, он лидер, соответственно, надо это вести себя. К лидерству, да? Вернее, лидерство, значит, побуждение к справедливости, вот это все должно быть уравновешено. И, наконец-таки, пятое побуждение, это побуждение к творчеству. И в зависимости от того, насколько эти побуждения у вас выражены, на них начинают формироваться черты характера, следующее, цвино, вашей личности. Мировоззрение, еще разок повторяю, побуждение, черты характера. И это все там записал, изложил, вы можете подробнее все это прочитать, ну, вот так вот. И в зависимости теперь сформировались черта характера, это, значит, жестко прочерченная какая-то информационная структура внутри вашего сознания. То есть, у нас есть полевая форма жизни, она состоит из энергии, в которой должны процессы нормально функционировать с определенной скоростью, по определенной траектории и так далее, и так далее. А это все, будем говорить, воплощается, то, что я вам сказал, вот это вот, полевой форме жизни, воплощается зримо в физиологии организма. Кровь движется вот так вот, дыхание идет вот так вот, кислород входит, углекислый газ выходит, отбросы спускаются, выделяются, пища переваривается, то есть, все должно быть. Но вначале это все на энергетическом уровне. И когда у нас имеются жесткие черты характера, они уже с той, с того, будем говорить, энергетического уровня начинают влиять на нашу физиологию. И вот так их, можно так сказать, черты характера там особо и не видно. Но, когда они затраиваются, а затраиваются они в соответствующей ситуации. Вот она создалась, ситуация, что мы не можем, говорит, реализовать, как мы думали, там, поехать к морю, поехать еще куда-то там, спокойно там передвигаться, туда путешествовать, там, посетить ту же дочку в Ростове. Сразу же идет активация вот этой вот черты характера. И это черта характера, когда человек не понимает, что за струны в нем работают, что за пружины там вот этого, лучше всего струны, что за струны колеблются и разлаживать гармонию его здоровья, гармонию его жизни, гармонию его сознания. Я над этим долго работал, очень долго работаю и продолжаю работать. Вот, тогда он не понимает, вот это вот он, то-се возникает заболевание, и он не знает, как с ним бороться. На этой почве наживается гипертония, на этой почве наживается, если отбросить аспект этих паразитов, сердечно-сосудистые заболевания, астма, если тоже паразитов мы там отбрасываем, и ряд даже других отклонений. Просто-напросто наша же собственная энергетика, взволновавшись по вот этой психосоматической цепочке, портит наш организм. Вот что важно. Вот я ей так и начал объяснять, что так и так, у тебя есть черта характера, у тебя вообще выражен эгоизм. Эгоизм это есть глобальный, глобальный будем так, знаете, вот, эгоист во всем, а есть он, как бы сказать, местечковый, человек нормальный, но вот где-то, знаете, как бы сказать, вот у него больная мозоль такая, черта характера, на которую лучше не наступать, потому что он сразу же ответит. И вот тут как раз вот, вот эта эгоистическая, будет локальная часть, она и задействована. Почему? А я говорю, ну что ты хочешь, почему? Вот прежде всего надо понять, как ты себя разрушаешь. Как ты себя это... Ну вот, состоялся такой разговор, что, мол, я не хочу за просчеты каких-то там деятелей, то, что появилось вот в нашем обществе, в нашем государстве, расплачиваться тем, что вот меня изолировали. Из-за этого я чувствую себя плохо и так далее, и тому подобное. Вот. И вроде как понятно с позиции, с позиции того, что, что я вам рассказал, психосоматическое заболевание. Вот. Встает другой вопрос. Дальше. А если вы хотите, чтобы вот этих ситуаций не было, чтобы вы не попадали в ту или иную ситуацию, в которую она возникла вне вас, и вы вроде как на нее влиять не можете. Нет. Вы на нее можете влиять. А это уже делается несколько иными вещами. Для этого, будем говорить, опять-таки, человек должен созреть. Смотрите. Вот создалась какая-то ситуация непонятная. Откуда там этот вирус взялся, или еще что-то там нам, что-то там запретили, мы там торчим. И не можем повлиять на эту ситуацию. И если один человек сейчас выходит и начинает протестовать против этого, вот тот социальный строй, устройство государства, которые сложились, естественно, его будут считать за бунтаря, посудят, и все это там такое. Но доля-то правды есть в том, что произошла какая-то насильственная самоизоляция из-за того, что вот где-то там этот вирус там утек, убежал там, искусственно, неискусственно, или еще какой-то там-то такой. Все общество, каждый человек должен понять, что он в силах изменить вот эти все законы, которые сейчас действуют. Очень интересный пример был с этой самой, с Исландии. Там ушлые людишки, банкиры и прочие там чиновники высокие набрались кредитов, потом обанкротились, насколько так я слышал все это. И все это, знаете, за должность, что там они там брали, все переложили на население Исландии. Население Исландии, оно там маленькое, сколько там, полмиллиона, где-то так, может быть больше, может быть меньше. И вот, что они сделали. Когда верхушка что-то делает от имени народа, и потом сложилась вот такая ситуация, и все это как бы спускается на народ, он должен все это делать. А вот народ оказался молодцом. Они сказали, слушайте, а мы не брали у вас ни кредитов, ничего. Брали кредиты вот эти вот люди, вот с них и спрашивайте. То есть, они их выдали. И чтобы впредь вот такого не было безобразия, они все вместе стали писать Конституцию. То есть, каждый человек из этих там, вот сколько там жителей там имеется, 500 жителей, он начал писать Конституцию. То есть, какой-то там, допустим, проект есть. Вот, ну, грубо говоря, как я понимаю, вот всем роздали эту Конституцию, что вот она такая, человек, значит, читает и смотрит, вот этот пункт мне нравится, я его оставляю, вот этот пункт мне не нравится, я его зачеркиваю. Ну, вот как сейчас примерно, да? Вот этот пункт, значит, требует такого изменения, это еще изменение и так далее. То есть, они писали и согласовывали, писали и согласовывали, там, ну, я не знаю, сколько там они, там, полгода, год там писали, вот. И в результате, когда все это было написано, многократно там прочитано, тем же народом согласовано, все, понимаете, согласовано, они приняли, приняли, исполняют, живут. То есть, что, чтобы человек не был винтиком вот в этой вот, в этой, в этом мире игроков, что мы слышим по телевизору? Игроки на рынке, игроки на рынке, а мы лузеры, выходим, понимаете? Так вот, чтобы не было вот этого, чтобы нами не играли, чтобы мы не были лузерами, нам надо сделать следующее, как в Ислании, писать ту же конституцию. Каждый человек, чтобы вот это пошло движение от народа, потому что, да, один человек, бунтарь, там, кучка бунтари, они вот хотят общественный строй сломать и так далее. Он нам не нравится, этот общественный строй, как в мировой, так и в государстве, вот мне нравится там, потому что там что-то, что-то работает не так, и мы видим, что есть бедные, есть там безработные, есть там это здравоохранение, какое-то там, требуют какие-то запредельные деньги, что все это требует пересмотра, что все это требует человеческого подхода. Поэтому, если мы хотим лучше жить, и чтобы вот этого не было, и многого не было, каждый должен внести свою лепту. Вот в этот основной закон, он должен там написать, что бы он хотел. Более того, далее там вот идет кодекс о труде, кодекс еще там о чем-то, кодекс еще о чем-то. Все это дело тоже пересмотреть, чтобы был вот табель о рангах, о зарплатах тех же, и начали бы это все с достойного уровня, прожиточный, как говорят, минимум, чтобы он был достойным. И далее, сколько должны чиновники получать, сколько должны, кто что там получать, служащие, чтобы все это было узаконено, чтобы люди понимали, кто за что что получает. И кончая там президентом, что он, ага, столько-то должен получать. А то получается, кто-то назначает себе зарплаты, а кому-то совсем ничего не платят, и это все нормально. Ну, не должно такого быть. Давно уже не должно быть такого. Чтобы мы не были затычкой в игре каких-то там этих самых. Чтобы, в первую очередь, отталкивались от человека. А так, прикрываясь разными там лозунгами, человек использует как материал. И вот когда дойдет это до каждого, и каждый начнет вот это, начнется вот это движение, движение за нормальную человеческую жизнь, в котором бы все было бы прописано, что, что, как. Недра народа или не народа, власть там советов или не советов, или государя батюшки там. И еще, еще, еще. То есть все четко будет разложено, и тогда только остается соблюдать только законы. И если человек, допустим, не соблюдает, вот он злостно не соблюдает, тоже было прописано, что в этом случае предпринимать. Вроде бы это что-то там есть такое, понимаете, вот в обществе есть что-то такое. Но все это какое-то, знаете, показное, а не рабочее. Чтобы все это работало, чтобы был контроль народа, народа, контроль за всем происходящим. Вот говорили, вот перестройка, началась перестройка там. Гласность, перестройка и гласность. Гласность, перестройка, да, гласность. Чего гласность, кого гласность и так далее. Вот чтобы вот эта гласность была, чтобы народ понимал, что там делается, куда газ уходит, куда нефть уходит, кому достается этот выручка от всего этого. Такие лес, недра, рыба, чтобы как-то все это ясно и понятно было, что творится там в стране, а желательно, что творится в мире. Тогда, я думаю, никаких особых войн не будет, конфликтов там не будет или еще чего-то. Но хотя бы в одной, в отдельно взятой стране, как вот эта вот Исландия, это можно было сделать. И практика уже это показала. Вот тогда и здоровье будет, и будет медицинская помощь, а не услуга. И тогда человек будет достойно жить. Тогда человек будет понимать, что он защищен по-настоящему законами. А не то, что у кого денег больше, у того там и закон. Ну вот так я как-то мыслю. И вот эта вот такая вот беседа, я вам ее выкладываю. Вот как раз время вносить предложения в Конституцию. Значит, активнее быть, внести свои предложения и сказать, мы хотим вот это, вот это, чтобы было выполнено. А не то, что там хотят от нас. То есть, вот здесь и проявляется, понимаете, ваша зрелость, ваша самостоятельность. А иначе, а иначе так и будут цари, князи, помещики и холопы. Благодарю за просмотр. Если вам понравилось видео, ставьте лайк, звоните в колокольчик и подпишитесь на канал. Ваше участие развивает канал и способствует его продвижению. Доброго здоровья и до новых встреч!